Три территории края могут столкнуться с нехваткой бензина. Когда топливная сфера достигнет дна, чтобы оттолкнуться? Депрессия, тревожность – главный диагноз пациентов сибирских психиатров. В Барнауле началась Всероссийская конференция психиатрической службы. Кедры России – 2000 ценных хвойных деревьев высадят в разных уголках края. Начнем выпуск с довольно удивительной новости, можно сказать, премиум-класса. Алтайский край вошел в топ-5 регионов Сибири по количеству люксовых авто. Речь идет о машинах, которые стоят больше 10 миллионов рублей. В 2022 году в Алтайском крае зарегистрировали 117 премиальных авто. При этом годом ранее их было на 17 меньше. Таким образом, наш регион занимает сегодня четвертое место в Сибири по данному показателю. Об этом сообщает Банфакт со ссылкой на исследование финэкспертизы. Отметим лидеры в этом списке – Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область. В целом, в России в 2022 году насчитывалось почти 20 тысяч дорогих машин. Добавим также, что по данным исследования, в Алтайском крае проживает порядка 14,5 тысяч человек, которые получают за свой труд больше 100 тысяч рублей. А между тем, треть районов Алтайского края может остаться без бензина и в самое ближайшее время. Такие прогнозы выносят специалисты топливной сферы. Проблема, по их мнению, в основном коснется частных ЭЗС, которые уже сейчас испытывают дефицит горючего. Как из этой ситуации выкручиваются бизнесмены и стоит ли ожидать стабилизации рынка, на эти вопросы ответит Данил Кузнецов. Ну, вы знаете, на прошлой неделе, кстати, был момент, на Роснефти не было 95-го бензина. Роснефть, Газпром, Лукоил – крупные игроки рынка. И на их заправках такую проблему в целом барнольские водители не наблюдают. Если возникали какие-то перебои с горючим, то в исключительных случаях. А вот частные ЭЗС до конца октября, прогнозируют эксперты отрасли, точно останутся без бензина. И тогда почти треть районов края, где есть только такие заправки, в прямом смысле ощутят тотальный дефицит топлива. Всего таких муниципалитетов 26. Бензин купить нельзя ни по какой цене. Его просто нет. Из-за того, что был провал на бирже и все топливо уезжало на экспорт, и внутренний рынок просто оголили. Сейчас его в наличии нет. Как я уже сказал, с быты нефтяных компаний отпускают топливо только для своих ЭЗС. Уже сегодня, говорит Юрий Матвейко, частным ЭЗС Сибири топливо почти не достается. И такая ситуация началась более месяца назад. Предприниматели стали выкручиваться кто как может. К примеру, перекупали розничный бензин. На одном тягаче, на Сидельном, у меня машина заезжала на Роснефтьевскую заправку. По топливной карте заливалась там, ну, когда по тонне, когда по полтонне. И ехал, с бензовозом сливался и делал следующий рейс, понимаете. Так я, в общем-то, за сутки мог спокойно там 10 тонн лозить. Сейчас, говорят эксперты, частный ЭЗС держится на остатках топлива, закупленного ранее. Им предстоит выстоять до конца октября. Именно тогда должны прийти первые вагоны с горючим, закупленные на бирже после отмены экспорта. И это еще не самый плохой расклад. В Новосибирске уже сейчас несколько заправочных сетей перестали продавать АИ-95 и Дизель. В Новосибирске ситуация все-таки была немножко не такая. И поэтому вот эти сети, которые, в принципе, даже по дорогой цене бензин продавали, но закупали-то они его гораздо меньше, чем продавали, потому что, ну, все понимали, что оптовая цена вот-вот упадет и купим дешевле. И я так думаю, что они свои остатки не подрассчитали под реальный сбыт. По данным наших собственных источников, топливные компании уже установили цены на оптовую продажу горючего и в ближайшие пару дней начнут продавать его частникам. Это может стать спасением для тех, кто рискует не дотянуть до конца октября. С 2011 года ситуация не меняется. Под письмами можно только поставить дату. 2011 год, 2012, 2013. Каждое лето рынок в таком состоянии. Топливо уезжает, у нефтянников все хорошо, они зарабатывают. Частные АЗС работают, вот как мы с вами видим. Ровно так же получают вот такую нестабильную ситуацию и наши сельхозтоваропроизводители. Вопросы экспорта и обеспеченность внутреннего рынка горючим планируют поднять на заседании Совета директоров Российского топливного союза. Оно пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге с участием всех регуляторов рынка, в том числе антимонопольной службы и Минэнерго. Мы будем следить за развитием ситуации. Данем Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Алтайские мошенники получили срок за незаконную продажу квартир у граждан. На протяжении нескольких лет 10 участников организованной преступной группировки отбирали квартиру у жителей Алтайского края, злоупотребляющих алкоголем. С 2019 по 2021 годы аферисты подыскивали в Бийске, Белокурихе и Барнауле любителей выпить, при этом одиноких и социально незащищенных. Злоумышленники втирались к ним в доверие, покупали им продукты, алкогольную продукцию. После этого они склоняли потерпевших к оформлению необходимой документации для отчуждения и последующей продажи объектов недвижимости под видом оказания помощи в регистрации права собственности. Также доказано причастность фигурантов к завладению паспортами граждан для оформления доверенности на продажу недвижимости и лишения свободы мужчины. От действий мошенников пострадали 13 человек. Злоумышленники обогатились почти на 11 миллионов рублей. Суд приговорил организатора группировки к 7 годам лишения свободы, остальных к сроку от 3 лет с 6 месяцев до 6 лет колонии. Жители одной из барнаульских девятиэтажек не могут спать спокойно из-за полчища тараканов, которые атакуют их вот уже полтора месяца. Насекомые буквально падают с потолка на головы прохожих. Как выяснилось, источником распространения усатых является одна из квартир многострадального дома. Но попасть в нее люди не могут. Дверь никто не открывает. Управляющая компания, владельцы квартиры долгое время ничего не знали, хотя готовы провести дезинфекцию. Как выяснилось, накануне владелец квартиры умер. Разбираясь с ситуацией, наша съемочная группа обратилась к юристу. Он пояснил, как действовать в данной ситуации. О ней и о способе решения проблемы смотрите в ближайшем выпуске программы «Коммунальный патруль». Он выйдет в эфир 11 октября. Сегодня Всемирный день психического здоровья. Этому событию в Барнауле приурочили большую конференцию психиатров, на которую съехались отечественные и международные специалисты. Столица края в качестве места проведения выбрана не случайно. Алтайская психиатрия исполняется 75 лет. И наши специалисты внесли огромный вклад в развитие этого медицинского направления. Почему имя Юрия Эрдмана не пустой звук для экспертов-психиатров? Какие темы изучают они сейчас? И почему все это касается и нас с вами? Узнаете далее. Лучшие умы и практики психиатрии сегодня в Барнауле на Всероссийской конференции о проблемах и достижениях психиатрической службы. Чем не ирония? Алтайский край регулярно в топе регионов по числу душевнобольных, как и цифры депрессивности сибиряков. И общая первичная заболеваемость выше, чем в Российской Федерации. Но это не значит, что население Сибирского федерального округа больше болеет психическими расстройствами. Это значит, что мы лучше работаем, мы больше выявляем и мы больше оказываем психиатрическую помощь. За последнее время число пациентов с психическими расстройствами, в частности с депрессивными, растет. Это связано, наверное, с нестабильной социально-экономической ситуацией и в стране в том числе, но и в Алтайском крае тоже. Впрочем, на такую тонкую структуру, как душевная организация, влияет и климат, и специфика работы. Чем дольше сидим в офисе, тем меньше солнца впитываем. По итогу 2022 года в Алтайском крае было зарегистрировано 90 тысяч обратившихся к специалистам. Диагноз 63 тысяч из них – депрессия, тревожность. Можно сказать, это пациенты с более легкой формой, чем еще полвека назад. В то время больше страдали люди умственной недостаточностью, выявлялись легче. Больные шизофрении на втором месте и различные органические расстройства. Люди с неврозами и легкими расстройствами стеснялись в те годы до меня обращаться, потому что это был сумасшедший дом. Вы этого не знаете, но когда я был пацаном, 10-летним, я подходил к этому забору, и где находились психически больные около гор больницы, это было страшное зрелище. Ночами там доносился гул, разбивались окна, крики, потому что не было никаких препаратов, и людей удерживали вязками. С тех пор серьезно развилась фармакология, а науку начал двигать вперед главврач Барнаульской психиатрической больницы с 1948 года Юрий Эрдман. И разработки не останавливаются. Здесь развитие идет и научных исследований, они более критичные, может быть, более даже прогрессивные, чем в других регионах. Но, в общем-то, в науке не могут быть совершенно один стандарт, должна быть какая-то оригинальность, а оригинальность существует. Востребованная сфера популярна среди абитуриентов, а медицинский вуз регулярно актуализирует подходы к обучению. На кафедре за последние два года добавились две специальности ординатуры. Мы открыли специальность еще психиатрия, наркология и специальность психотерапия. И на кафедре психиатрии, медпсихологии и наркологии сейчас, с этого года, мы еще ввели новый модуль, новую дисциплину военная психиатрия. В рамках конференции специалисты обсудят современные проблемы и персонализированную психиатрию, маркеры в диагностике шизофрении, пограничное расстройство личности, влияние психорасстройств на мужское и женское здоровье. Конференция продлится два дня. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком. Алтайский край этой осенью пополнится двумя тысячами ценных хвойных деревьев. Их высаживают в разных уголках региона в рамках общероссийского экологического проекта «Кедры России». Сегодня акция впервые прошла в Новоалтайске. Кедр – достаточно прихотливое дерево и придирчиво относится к почве. Идеальный вариант для него – много гумуса и влаги. В таком случае дерево растет быстро, а дополнительный уход снижается до минимума. Но в рамках проекта «Кедры России» озеленение происходит по территории всей страны, в том числе и в разных уголках Алтайского края. Мы считаем, что кедр, в первую очередь, это полезно. Так как он кормилец, вторая его сторона положительная, то что мы знаем, что хвоя кедра, она выделяет такие летучие вещества, называются никетанциды, которые вокруг себя убивают вирусы, бактерии. Это полезно для среды обитания человека. В Новоалтайске посадили 40 деревьев. Как говорят специалисты, приживутся, возможно, не все. Но в любом случае, хвойные помогут сделать город чище и зеленее. Теплые слова, шоу мыльных пузырей и подарки. Всероссийский день беременных отпраздновали в Барнауле в родильном доме номер 2. Поздравить будущих мам приехали волонтеры и почетные гости – представители молодежного парламента и депутаты городской думы. О самых запоминающихся моментах праздника расскажет Валентина Аскерова. До родов считанные дни. Анастасия Алексеенко на 39-й неделе беременности. Совсем скоро на свет появится ее первенец – долгожданная дочка. Имя уже выбрали. Имя выбрали Ева. Ева Владимировна. Выбирали с мужем. Какое-то волнение. Да, страх и волнение, конечно, присутствуют. Но когда ты думаешь, что ты скоро уже встретишься с этой малышкой, то сразу все отпадает назад. И хорошо все. Сегодня будущая мама, собственно, как и другие девушки в положении, празднует День беременных. Торжество организовало руководство второго роддома. Оно и почетные гости в адрес будущих мам сказали немало теплых слов. Героизм мамочек – это вообще просто не обсуждается. Конечно, героизм. Конечно, вы настроены на то, чтобы родить хорошего ребенка. И здесь вам оказывают очень высоко квалифицированную помощь. Совсем недавно, всего два годика назад, у меня здесь родился мой внук. И я хочу вас заверить, что действительно персонал этого медицинского учреждения правда на высоте. Ежегодно в стенах второго родильного дома появляется на свет несколько тысяч малышей. Беременных девушек берут под крыло и максимально о них заботятся врачи и акушеры. А в особенные дни, в частности в День беременных, будущим мамам дарят бурю незабываемых эмоций. Замечательный праздник, который нам сделал наш президент Владимир Владимирович Путин, он объявил 7 октября, 7 апреля День беременных. Это та основная миссия, для которой родильный дом работает 85 лет. Демография, народонаселение, рождение ребенка – лучше этого ничего в жизни и важнее для нашей страны нет. Особенным подарком стало появление большого плюшевого медведя – мехутки. Он вручил будущим мамам памятные подарки. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Уроки макияжа, стиля и сервировки стола. В эти выходные в Барнауле прошли бесплатные мастер-классы для воспитанниц 2-го городского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Целый день девочки общались с наставницами, опытными предпринимательницами города. Что из этого получилось, смотрите далее. Поисковые запросы в Яндекс в этот день вышли в офлайн. В эти выходные для воспитания с 2-го Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, организовали День красоты. Самое главное, чтобы конец бровей не был ниже, чем начало. Иначе у нас будет такое грустное лицо, знаете, пьеро. Поэтому подъем, перегиб и спуск. Девочкам 15-16 лет. Лучший возраст, чтобы сразу учиться наносить макияж грамотно. Запоминали, как наносить тени, ухаживать за кожей и как сделать лучший макияж. Если ты хочешь накраситься, и тебе плохое настроение, то у тебя все пойдет ко дну. А если наоборот, то ты хорошо и красиво накрасишься. Не пойдешь же на свадьбу или на мероприятие какое-то накрашенной. Все-таки девушки. Самое главное прозвучало, что кожа должна быть здоровой, кожа должна быть чистой. Должно быть настроение, а все остальное, оно все приложится. Поэтому найдем, чем рисовать. Самое главное, чтобы было настроение и желание. Желтый – это про позитив, то есть солнечный человек, который позитивный, радуется жизни. Очки яркие добавили, знаете, для такой самой иронии. Да, я такая, и я честно себе в этом признаюсь. Яркий браслет, но это опять цвет, он про проявленность. То есть я начинаю жизнь, я себя пробую. День красоты для воспитанниц на благотворительной основе организовал Барнаульский бизнес-клуб. Эксперты на день стали преподавателями и не только красоты. Состоявшиеся и нашедшие себя предпринимательницы делились более глубоким подходом к жизни. Учили создавать интересные ритуалы в повседневной рутине и не боятся. Девочки, вообще не важно, кто что говорит в вашей жизни. Важны в этой жизни только вы, тем более вы у себя, к сожалению, к счастью плюс-минус одни. И даже я вам больше скажу, когда я шла в свою реализацию, в своей реализации я была одна. Любые касания детей с внешним миром, которые расширяют их кругозор, полезны в любом количестве. Потому что каждый возьмет из этих двух часов свое. Кто-то возьмет все, кто-то возьмет совсем чуть-чуть, кто-то, может быть, вообще не возьмет, но возьмет в другом месте. И такие мероприятия расширяют их кругозор. И на выходе в взрослую жизнь они уже смогут выстроить свою жизнь каким-то более интересным и многогранным способом. В конце этого дня каждая девочка получила советы по макияжу и стилю, профессиональные фото, научилась сервировать стол и стала чуть лучше понимать, в чего она хочет и как этого добиться. Все это должно помочь воспитанницам после выпуска встать на ноги и опираться на себя. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Новый фонтан с яркой подсветкой протестировали в Заринске. После официального запуска новый объект может смело претендовать на статус главной достопримечательности города. Ее установили в строящемся парке Прометей. Изначально фонтан предполагали сделать сухим. Струи воды должны были бить вверх, будто из-под земли. Однако позже приняли решение сделать универсальный фонтан. Теперь он сочетает в себе и паровой эффект, и наличие воды. Внешний вид еще нуждается в доработке, а вот внутренняя система полностью готова. Чаша фонтана выполнена из бетона и застелена решетчатым настилом, под которым расположены подсветка и туманообразующие форсунки. Они позволяют настраивать различные цвета и режимы работы. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok